Девушки отдыхают Сегодня мы хотим познакомить вас с ученицей 10 класса школы номер 9 Ариной Ворониной, которая не только любит, но и создает мультфильмы в студии семейной мультипликации «Рыба-кит» под чутким руководством Татьяны Михайловой. Арина работает с разными техниками мультипликации и имеет в своей копилке большое количество наград. В прошлом году она стала стипендиатом губернатора Новосибирской области, а в конце марта Арина вместе с руководителем побывала в Бердске на фестивале «Наливное яблочко». По результатам конкурсной программы фильм студии «Рыба-кит» стал победителем фестиваля и вошел в семерку лучших работ. В Бердске на фестивале «Рыба-кит» отлично. Там приезжал Алексей Почевалов. Это режиссер «Союзмультфильма», студии «Пилот», пластилинщик. Очень крутой вообще человек. Показал нам свои мультфильмы, провел мастер-класс. Ну, было очень приятно с ним, скажем так, поработать, что такие люди оценивают фильм твой, и не только твой, а вообще детей, и говорят, что стоит развиваться или не стоит, показывают вам какие-то новые интересные штуки или, ну, в общем, очень много было интересного и классного. Студию, ну, можно сказать, попала случайно, потому что, ну, привела за ручку мама. Ну, в три или в четыре года. И, честно, не вспомню первый мультфильм, но это я точно помню. Очень ярко в моей памяти всплывает момент, когда я рисовала корову в виде сердца красного цвета. Если начинать с самого начала, то для начала нужно продумать саму идею фильма и нарисовать раскадровку. Чтобы нарисовать как раз-таки раскадровку, нужно продумать, как будет выглядеть персонаж. Это разработки различных персонажей делаются. Вот. И есть некоторые правила, по которым нужно разрабатывать, скажем так, персонажа. Чтобы было интересно смотреть человеку, нужно, чтобы у персонажа были какие-то отличительные качества. Субтитры создавал DimaTorzok Я люблю, наверное, мультик один. Ну, такой один нельзя назвать, потому что каждый мультфильм прекрасен по-своему. Ну, наверное, один из любимых – это «Мадагаскар». Ну, я не помню, сейчас не скажу, какая часть. Самые первые части «Трех богатырей». Ну, и некоторые мультфильмы Диснея тоже. Мне очень нравятся старые мультфильмы, именно рисованные по «Микки Маусу». Их как бы можно пересматривать, там очень интересные есть движения. Я делаю мультики в классической технике, в рисованной анимации. Ну, как мне кажется, это самая такая интересная, затягивающая стиль в этой анимации. Это когда ты на просвет рисуешь несколько кадров подряд и при этом плавно, скажем так, вливаешь своего персонажа. Каждый один кадр – это один листочек бумаги с отдельным рисунком, который ты потом снимаешь, и это все превращается в движение. Ну, вот, если взять мой мультфильм «Снег», он длится 1 минуту 36 секунд, кажется. Там чисто отрисованных кадров около 600. Каждый один кадр – это один листочек бумаги с другом. Каждый один трех связ дом – это двумя хор Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сейчас я повторяю мастер-класс Алексея Почевалова, который он нам показывал в Бердске на фестивале Сделала прыжок персонажа и вот эта перелепка, это называется морфинг Просто это прямо в кадре перелепливают одного персонажа в другого Ну и в принципе это такой один из, не то чтобы законов, просто один, скажем так, вид, ну, трансформации персонажа в кадре в порту Водители относятся, ну, я думаю, положительно Честно сказать не могу, надо спрашивать родителей